МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дабы у наших слушателей не случился когнитивный диссонанс, как-то Юлия Афанасьева еще какую-то неделю рекламы организует, да? Едино в трех лицах. Едино в трех лицах. Подрабатывает Юлия Афанасьевна. Да, на стороне чуть-чуть шабашу. Давайте сегодня подробно расскажем, заинтересуем на тех, кого нацелена неделя рекламы в первую очередь. А давайте, кстати, обозначим круг лиц, кого вы приглашаете к участию. На самом деле мы приглашаем к участию профессионалов рынка. Это маркетологи, это рекламщики, это менеджеры по рекламе, это пиарщики, это сотрудники рекламных агентств. И это предприниматели, которые сами занимаются вопросами маркетинга в своих компаниях, либо хотят понимать, чем же занимаются их маркетологи. И получается, что у всех всех приглашают. Довольно многочисленная такая аудитория. Потому что в этот вопрос попадают практически все. Практически все, да. Прямо вот всех-всех не приглашаем, но всех целевых приглашаем. Ну, конечно же, если человеку просто интересна тема маркетинга, интересна тема рекламы, разумеется, он может прийти и послушать. Там никто на входе не будет трудовую книжку проверять, занимаешься ты этим или нет. Просто, наверное, это будет в наибольшей степени полезно для действующих специалистов. А что это так? Человеку должно заинтересовать рекламу, пиар, маркетинг. С чего вдруг должен человек заинтересоваться? Простой, с улицы. А, с чего должен заинтересоваться простой человек, с улицы? Ну, например, человек, который хочет сменить профессию. Человек, который хочет лучше в этом разбираться. Например, если брать менеджеров по рекламе разных средств массовой информации, они же зачастую работают такими маркетологами на аутсорсинге для коммерческих компаний, да? Когда в компании нет своего маркетолога, и менеджеры со стороны СМИ что-то для них креативят и предлагают. Вот такой вариант возможен. В конце концов, Владимир, вот идет человек по улице, он может сам себя еще хочет порекламировать как-то, да, для того, чтобы выгодно устроиться на работу или что-то еще. Самореклама тоже часть рекламной деятельности. Здесь, наверное, больше не самореклама, а саморазвитие, да? Потому что посещение таких тренингов, особенно недели на Вятке, это большой плюс в резюме для любого сотрудника. Почему? Потому что приедут достаточно известные федеральные спикеры, такие как Александр Белгороков, у него своя бизнес-школа, он работает не только на российском, но и на международном уровне. Приедут представители литмашины, это проект Игоря Мана, рязанская компания, но известная на всю Россию, опять же. И даже участие в таких мероприятиях, послушать таких спикеров, получить от них презентацию, а также будет возможность получить обратную связь от некоторых спикеров по поводу своих сайтов, своей рекламы, да, и прокачать свои навыки, в том числе, это очень полезно. То есть и для компаний, в которых человек работает, ну и для компаний, в которых человек, допустим, планирует работать. Да, вот именно человек хочет работать где-то, ему нужны для этого определенные знания, бэкграунд определенный, контакты и прочее. Поэтому это очень многих может заинтересовать. Вообще сейчас такое время, когда все очень быстро меняется. Очень быстро появляются новые инструменты, новые технологии. Еще вчера там социальные сети были одними, сегодня это уже совершенно другие инструменты. Знания быстро устаревают, и их нужно обновлять. Если ты нигде не учишься, не получаешь новую информацию, тебе сложнее будет работать, и со старыми инструментами уже гораздо сложнее делать рекламные кампании эффективными, гораздо сложнее делать продажи, сложнее достучаться до целевой аудитории. И гораздо проще потерять свою работу. И рекламный бюджет. Все правильно. Еще один гость с нами, это тоже организатор недели рекламы на «Авятке-2017», руководитель клуба маркетологов Кировской области Алексей Обжерин. Алексей, добрый день. Добрый день. Мы начали с вопроса, да, как раз-таки с такого, с обзорного. Для кого, на кого нацелена неделя рекламы, в чем ее важность? Вы можете тоже добавить своих несколько слов. Да, мы с коллегами анализировали прошлый год и посмотрели, что у нас аудитория, она состоит из двух частей. Это предприниматели и маркетологи. Причем предприниматели, они, может быть, составляют даже ядро. Почему? Потому что им очень важно и интересно разобраться, как же правильно давать рекламу. И недавно я наткнулся на одно исследование, в Санкт-Петербурге провели исследование и увидели, что люди запоминают всего лишь один процент рекламы. В Санкт-Петербурге весь бюджет за 16-й год составил 26 миллиардов, 25 миллиардов рублей. Рекламный. В одном отдельно взятом городе. Да, да, да. Все рекламы, в смысле, имеем в виду телерекламу, радиорекламу, наружную рекламу, какие-то вот интернет-рекламу и так далее. И представляете, все практически 99% этих денег, они ушли куда-в-никуда, потому что их люди не запомнили. Поэтому сейчас очень важно... То есть крайне неэффективное использование денежных средств. Очень важно рекламу давать, но давать ее грамотно. Поэтому мы постарались насытить все пять дней этой недели рекламы настолько плотно, что у нас девиз даже шуточный появился, который мы сейчас взяли, как знамя несем. Мы хотим, чтобы люди жалели, что не взяли отпуск на время недели рекламы. Потому что каждый день жалко пропустить. Вот мы реально стараемся. Еще у нас сюрпризы там будут, скажем так, на этой неделе, возможно, еще там одного спикера пока держим в тайне. Сегодня не скажем, но скажем попозже потом еще. Но каждый день действительно, чтобы было жалко. И вот когда мы будем снимать видеоотзывы, я думаю, люди это увидят потом. Предприниматели и маркетологи. Вот ядро аудитории. А почему, Алексей сказал, в основном предприниматели, предприниматель сам желает разобраться во всех этих процессах. Он пока не готов нанять отдельного специалиста, маркетолога, пиарщика. А даже если у предпринимателя есть отдельный специально обученный человек, который этим занимается, либо есть агентство на аутсорсе, он должен разбираться в этом, он должен понимать тренды. И он должен понимать, что за слова ему вообще говорит маркетолог его, что за слова ему говорит рекламное агентство. Должен понимать... Владение терминологией. Технологию. Понимание технологии. Технологию, да. Он же в конце концов деньги-то платит. Он же деньги платит, да, в конце концов. Совершенно верно. Поэтому должен понимать, как и куда эффективно ли они тратятся. Да, должен понимать, как это работает, как это все устроено, и разбираться самому. Даже если ты это делаешь не сам своими руками, делает специально обученный человек, но ты все равно обязан понимать. Суть. Потому что деньги твои, их очень легко потерять и очень трудно заработать. Особенно в нашей тяжелой непростой времени. Вы пример привели в Санкт-Петербург, а у нас в Кирове подсчитывались хотя бы примерно суммы, которые затрачиваются компаниями на рекламу, на свое продвижение. Нет? Нет-таки, да. Невозможно провести такое исследование? Он очень дорогостоящее, организационно очень сложно. Его думать, наверное, месяц придется только минимум, чтобы понять, как правильно провести такое исследование. То есть надо... Ну, это интересная задача, возможно, мы когда-нибудь ее постараемся охватить. Но пока... Получается, что задача довольно дорогая, то есть кто-то должен быть заинтересован и оплатить все это еще к тому же. Ну, вообще... Зачащие банки облечения очень... Вообще любое хорошее исследование, это, конечно, деньги. Почему? Потому что просто провести исследование, это будет много брака, и эти данные просто будут для галочки. То есть чтобы исследование было качественное, надо привлекать таких серьезных специалистов, причем на всех стадиях. И это, конечно, не дешевый процесс. И еще грамотно все продумать надо. В общем, любое хорошее дело упирается в деньги. Да, качественно, не бывает дешево, скажем так. Делать так по-хорошему. Но перед тем, как подробно поговорить о наполнении, грядущей неделе рекламы, давайте вспомним предыдущие такие мероприятия. Это какая уже по счету? Это четвертая неделя рекламы, да. Четвертая неделя рекламы. Первую неделю... Все началось в 2014 году, она ежегодно была? Нет, все началось гораздо раньше. Это был 2013 год. Гораздо раньше. Да, 2013 год. Ну, сегодня ты на дворе уже 17-й, так-то. То есть мероприятие с историей с 2013 года, это все тянется. Изначально это было у нас несколько дней, потом было дольше, дольше, дольше. И вот в прошлом году это уже стало полноценной неделей, там в полном понимании этого смысла. Сейчас у нас все пять дней с 9 утра до 6 вечера деловая программа. Там перерыв на обед, перерыв на кофе-брейки, но она очень плотная. И она действительно каждый день интересная. У нас это обращение, включить каких-то спикеров, но у нас реально некуда. Мы уже физически не можем. У нас физически мы забили так, что просто люди уже нас обижаться начинают, что как бы там не могут попасть в спикеры и так далее. На следующий раз в декаду придется проводить. А вы знаете, я такой один момент скажу еще. В прошлом году мы ходили по партнерам, нам никто не дал денег, вообще никто. То есть мы неделю рекламу проводили, и мы все равно решили провести все пять дней. То есть планку высокую взяли и провели настолько хорошо, что в этом году уже никто не отказывает практически. То есть ты идешь к партнеру, и нормально, люди понимают, что это качественное мероприятие. Понимают, что пять дней, ну в России редкий случай, чтобы целых пять дней что-то кто-то проводил. Причем с таким наполнением, что было жалко действительно каждый день не посетить. Поэтому, конечно, в этом году мы очень рады, что партнеров гораздо больше, гораздо больше, и они нам помогают. Официальные органы имеют отношение к этому? Нет. Ну, как сказать? Обязательская торгово-промышленная палата оказывает поддержку, но, так скажем, финансовой какой-то поддержки со стороны официальных органов нет. Но есть поддержка моральная. Ну, моральная, да, это немаловажно, конечно. Мы одобряем. Проводите. Нет, 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 подождите. Ну, это ведь действительно немаловажно. Мы, например, на прошлой неделе связывались с Еленой Васильевной Ковалевой. У нас есть задумка сделать дискуссию по бренду города и привести на эту дискуссию одного из самых известных в России специалистов по брендированию территорий. Соответственно, нам важно, чтобы это было интересно там чиновникам, главе города. Я даже знаю, кто подсказал телефон Елены Васильевны. Не будем показывать пальцем. Нам важно, чтобы со стороны официальных лиц была заинтересованность. То есть понятно, почему нам это интересно, да, потому что мы клуб маркетологов, ну, и немножко больные на голову этой темой. Но нам важна вот такая именно моральная поддержка, что это интересно не нам одним, что это интересно разным общественным объединениям, людям, которым не все равно, гражданским активистам, чиновникам. То есть мы же делаем это не для себя. Мы хотим собрать все заинтересованные стороны и каким-то образом попытаться объединить их точки зрения, прийти к единому знаменателю. — О неделе рекламы на Вятке 2017 мы говорим. Сейчас у нас будет небольшая пауза. Я напоминаю, что на сайте Кирова.ру и на нашей странице ВКонтакте вы можете участвовать в опросе. Вопрос такой общий и целый. Вы как к рекламе относитесь? Во всех ее проявлениях положительно, отрицательно, либо нейтрально? То есть есть она, что есть она, что нет ее? Вот этот вариант сейчас лидирует. 50% голосуют за то, что нейтрально относится к рекламе. — Нейтрально. Это к тому вопросу, что 99% ни черта не запоминают. — Да. Небольшая пауза, скоро продолжим. — Неделя рекламы, которая стартует 27 ноября. — 27 ноября, да, в понедельник. — Неделя начинается в понедельник. — Да. Я сразу же хочу сделать отсылок к сайту, специально созданному для этого мероприятия. — Неделя рекламы.рф. Там, в общем-то, вся подробная информация об этом мероприятии есть. — Итак, понедельник, 27 ноября. Ранняя регистрация утренней чая. Открытие недели рекламы. Харизматичный московский спикер. То есть пока фамилии, имени не знают. — Так, и что такое ранняя регистрация? Что значит ранняя? — Это для тех, кто пришел на 15 минут раньше и спокойно попил кофе и поел печенюшки. — Куда приходить-то, мы еще не сказали. — В Герценку. — Это все будет в библиотеке имени Герцена, да? — Да. — Вся Герценка, да? — Да, все недели. — Большой просторный читальный зал. — Да, наверное, большой просторный читальный зал. На первом этаже уже второй год мы сотрудничаем. — На перекрестке, соответственно, Герцена и Калаллик. — Да, второй год сотрудничаем с Герценкой. На самом деле очень удобное место по логистике. Это самый центр города. Ну, с парковкой, понятно, наверное, сложно, но где у нас сейчас легко с парковкой? — Кстати, интересный момент. Василий Дубиковский в прошлом году уже приезжал, выступал в этом зале. А Василий человек, он говорит, я второй человек после президента России, который побывал во всех городах Российской Федерации. У меня там еще два осталось, там что-то еще. У него работа такая, по городам языки. И он сказал, Алексей, я где только не выступал в России, но этот зал, конечно, вот этот Герценский зал, это особая атмосфера. Мне очень понравилось. Такое прямо вот, ну, эти потолки и вот это все вот. Атмосфера прошлого века там какая-то сохраняется. — Василий Дубиковский — это как раз спикер по брендингу территорий, которым мы в этом году будем открывать неделю рекламы. — Брендинг территории. — Это тот, который харизматичный московский спикер? — Нет, это не он московский. — Он ехал жить в Урюбинск. — Это как раз таинственный, да, вот этот харизматичный, которого вы не называете. — Вы не знаете, что такое брендинг территории, для тех, кто еще не понял. Это, ну, вот фишки, да, свойственные для... — Алексей, у вас есть определение. — Бренд города — это идея, которая объединяет жителей города для общения с внешним миром. Ключевое слово здесь — объединяет жителей. — Для общения с внешним миром. — Да, вот это как раз определение насилия. — Некий ID, идентификатор, да, за пределами, собственно, этой территории. — Мы живем в Вятке, потому что, или там в Кирове, потому что, да, приезжайте к нам жить, потому что, приезжайте к нам отдыхать, потому что. И вот эта вот идея, ее чтобы извлечь, надо очень много работы сделать. Например, если мы когда в бизнесе делаем бренд для компании, то мы делаем 15 сложных шагов, там до полугода работа занимает. То в городе, если ты делаешь бренд города, то там 45 этапов, и занимает примерно год работы, и нескольких, ну, многих человек, включая представителей самого города тоже в том числе. То есть там прямо так прописано, кто должен еще участвовать в этой работе, там и так далее. — Не только руководителей, но и жителей, видимо, да? — Да, видите, это объединяющий процесс на самом деле. То есть как бы мы вот и хотим этой дискуссии провести как первый шаг будущего бренда, возможно, будущего бренда города, поговорить о будущем Кирове со всеми сообществами городскими, которые вот изъявят желание прийти. Любые абсолютно, то есть ни по какому признаку там не выбираем, хорошие, плохие, там нравятся, нам не нравятся, любые. То есть кто неравнодушен, кто занимается какими-то, значит, думает о будущем Кирове, дискутирует, может быть, даже где-то ругает что-то там и так далее. Вот, и, конечно же, здесь вообще, чтобы бренд состоялся, нужно семь сил. То есть это однозначно, чтобы власть не была в стороне, она тоже должна хотеть этого. Второе, это должен быть человек, варяг, который не живет в Кирове, с опытом работает. Например, тот же Василий, он забрендировал уже девять российских городов. — Взгляд со стороны такой. — Да, для со стороны и опыта этой работы, потому что, признаемся честно, у нас в Кирове нет опыта работы по брендированию городов. То есть у нас никто не брендировал города ни разу, то есть это надо признать. Дальше, ученые ВИДГУ, практики, которые бизнесу помогают, например, как вот, ну, в том числе из нашей среды, те, кто действительно помогает бизнесу именно вот эту уникальную вещь находить. Соответственно, кто нам нужен? Городские сообщества, сами жители, получается. Обязательно нужны какие-то спонсоры, меценаты, потому что это дело все равно затратно. — Инвесторы. — Да, инвесторы обязательно. И, ну, СМИ должны, наверное, как-то поддерживать проект, освещать его и так далее. И тогда получится вот этот организм. — Тем более, что проект касается всех, да. — Да, живой организм. — Я правильно понял, речь о брендировании нашего города пойдет как раз-таки именно в первый день? — Сразу же. — Это будет как первый шажок, получается, в дискуссии о будущем Кирова, да, с точки зрения, вот он как раз... — Такого еще не было никогда у нас. — Такого еще никогда не было. — Не организовывали. — Причем Василий проведет тайный день накануне, все посмотрит здесь, все. — И с позитивной точки зрения, как вот именно адепт нашего города будет именно модерировать всю ситуацию. То есть он это умеет очень хорошо делать, поэтому вот такое у нас будет открытие. — Алексей, расскажите про других федеральных спикеров, которые к нам приедут. — Ну, в пятницу, например, Александр Белогороков. Ну, это человек из большой буквы личность. — Пятница, 1 декабря. — Да, его слушать просто... — Вишенка на торте. — Ты понимаешь, что человек просто говорит по теме, он именно в точку бьет, он коротко и по делу говорит. И говорит как раз такие вещи, что, друзья, не надо сливать деньги просто так вот в рекламе, надо делать ее так и так, чтобы она сработала. То есть и говорит очень грамотно, молодец. То есть я лично с ним знаком, думаю, что познакомимся поближе, да, потому что нам кажется, что это один из немногих вот здравых людей, которые не просто бизнес-концерт устраивают, там, что все было хорошо, все в волосы похлопали, ушли, и дальше просто стали работать, и ничего. А он именно встряхивает мозги хорошо, вот именно по делу говорит. Очень здорово. — Я смотрю, в тот же день там наш главный редактор тоже будет модерировать дискуссию с управлением федеральной антимонопольной службы. — Предприниматели беспокоят тема, как не дарваться на нарушение закона. Я сам хожу в «Эксперта свет» при УфАС, и я Наталью Валерьевну Метелеву попросил, говорю, можем ли мы рассказать про топ-5 ошибок, которые нельзя совершать в рекламе. Она с удовольствием согласилась. — Причем с примерами и кейсами. — Когда вы обсуждаете вот эти вот ошибки, интересно читать, собственно говоря, когда идут сообщения о том, как общественный совет работает, обсуждают вот эти вот рекламы. На самом деле интересно, и предпринимателям, мне кажется, надо тоже понимать, чтобы не попасть на рекламное обсуждение. — Ну, давайте Суштрем поясним, насколько я это понимаю. В рекламе сейчас, когда вы, конечно, не встретишь, сейчас уже ученые, но, например, нельзя говорить, что этот продукт, например, самый лучший. — Можно, если у вас есть ссылка на исследование, опять же, проведенное там? — Но без исследования. Вот это как раз-таки тема Уфаса, он вас накажет сразу, если вы говорите. — Да, нельзя самое лучшее. Потом очень многие компании там, допустим, они пытаются эпатажную рекламу делать, привлечь себе внимание. — Не совсем этичную, да? — Да, и приходится разбираться, переступили они черту или не переступили черту и так далее. Вот эти вещи. — Ротика тоже там. — Ой, я недавно видела рекламу одного из наших фитнес-клубов, не буду называть название, но там просто за гранью фола. — За гранью фола. — По-моему, это не кировский клуб был. — Кировский. — Не знаю, по моим ощущениям, в настоящее время как-то уже рекламодатели отошли от этой темы, когда... — Вы знаете, сейчас проблема в том, что если реклама не работает в Питере, то она, наверное, не работает так же точно и хорошо, как нам и хотелось и в Кирове. Поэтому, конечно, попытки-то продолжают совершаться. То есть это такие попытки, чтобы что-то еще сделать, чтобы реклама вот именно стала работать. — Вы знаете, вот если еще немного дополнить про одного из наших хедлайнеров, да, не побоюсь этого слова, про которого Алексей говорил. — Александр Белгороков. — Да, Александр Белгороков — это человек, который 25 лет в собственном бизнесе, 10 лет в маркетинге. Обучающие программы агентства AdConsult за последние 5 лет были разработаны им. Это название тоже знают все маркетологи. В число его клиентов входят American Express, Hitachi, Bosch, Siemens, концерн, Puma, авиакомпания Seven, Campina, Sportmaster. То есть я думаю, уже понятно, что человек совершенно иного уровня, да, с иным пониманием маркетинга, новых инструментов, реализации, использования этих инструментов. То есть я думаю, что каждый маркетолог должен обязательно прийти и его послушать. — То есть вот эти перечисленные бренды, то, как они себя заявляют о себе, продвигают себя. — Он их консультирует. — Это все от Александра Белгороков. — Ну, не все, но один из. — Он их консультирует, да, один из. Это как раз он. У него бизнес-школа собственная, которая работает достаточно успешно. Он действительно эксперт с большой буквы. Даже посмотреть, ну, условно, да, посмотреть, послушать которого, это уже вот галочка тебе в резюме. — А не слишком ли большой разрыв? Вот он такая звезда, такая птица высокого полета, и тут что-то для каких-то вот таких небольших предпринимателей... — Он не звезда, он. — Нет, не звезда. Хорошо, спасибо. — Практикующий консультант, практикующий бизнесмен. То есть это не тот порядок, вот, как Алексей говорил, мотивирующих спикеров, бизнес-спикеров, которые там приезжают и порхают по сцене. — Зажигают, да. — Люди выходят такие воодушевленные, но в голове ничего не остается. Нет, он такой достаточно серьезный практик, он бизнесмен, то есть если деньги платят, почему не ехать в Киров, да, то есть, ну, подход вполне понятный. — Не, я к тому, что, может быть, там в определенный момент какой-то вот разрыв наступает, когда уже методики там работающие на высоком уровне, они на низовом уровне там не работают, понимаешь, о чем я? — Я поняла тебя, но мы в любом случае всех своих спикеров брифуем на тему того, что информация, которую они сюда привезут, должна быть интересна малому и среднему бизнесу. — Юль, а что вот именно он в Кирове будет рассказывать? — Да, я сейчас скажу. У Александра Белгорокова три таких темы в выступлении. Во-первых, это продающие кейсы онлайн и оффлайн рекламы, то, что у него уже работало. 21 способ сделать потрясающую рекламу. Александр, опять же, будет делиться своими наработками. И далее креативная реклама. Креатив по полочкам, реклама, которая продает. Тот самый многострадальный креатив, потому что очень многие компании хотят, но не знают, как. И иногда креатив получается либо не креатив, либо сверхкреатив. — Я же плакал, но продолжал есть кактус. Всем нужен креатив, но дает ли он какую-то пользу, никто не знает. — Вот Александр как раз расскажет, как сделать тот креатив, который будет действительно продавать. То есть не просто шокировать, эпатировать, а именно продавать. — Смеяться. — Смеяться. — Недавно видела рекламу. Хомяки в рекламе автомобиля Kia Soul. Смеялась очень, но при чем здесь хомяки? — На странице соцсети у тебя, по-моему, разрешила. — Да, у меня в ВКонтакте и в Фейсбуке лежит этот ролик. Он прекрасный. Ролик прекрасный, но при чем здесь та машина? — Ну, допустим, Юля сказала, как жаль, что я не купил эту машину в прошлой жизни. — Нет, я сказала, что я рассматривала этот автомобиль. — А, как жаль, я не посмотрела эту рекламу раньше. — Ну, в этой, конечно, шутке была доля шутки, но на самом деле я действительно рассматривала этот автомобиль к покупке. Ну, если бы я посмотрела этот ролик, меня бы он, конечно, улыбнул, но цена за миллион... — Вообще другие вещи отличаются. У нас, видите, много рекламы такой, от которой мы можем посмеяться, но непонятно, что дальше делать. — А какие чувства ты должна вызывать? Креативная, по-настоящему креативная реклама. — Желание купить. — Которая в итоге приводит, да, к желанию купить. — Ну, смотрите, точно не такие, как реклама... — Слушайте, блин, я должен купить это. — Тука Козёл, например, мой любимый антикейс. То есть Тука Козёл, я реально не могу понять, что курили люди, когда они создавали эту рекламу, да? И как бы курили вообще что-нибудь. Потому что я думаю, может быть, я дурак, я стал людей спрашивать. Нравится, не нравится, всё, поняли, не поняли. Я думал, ну ладно, взрослый, может, для подростков сделано. Стал подростков спрашивать. Нет, это бестолковичная реклама. Ну, представляете, люди потратили миллионы долларов на неё и попали в 99% Санкт-Петербургского исследования, да, получается, таким вот образом. А реклама, на самом деле, должна что? Привлекать внимание, вызывать интерес к продукту, стимулировать желание его купить и побуждать действию, опять же, его купить или хотя бы зайти на сайт, посмотреть подробнее, что ситуация. Креатив здесь может играть вспомогательную роль. — То есть дополнять. — Да, он дополнять, может дополнять, а может даже и не дополнять. У нас есть примеры, когда я и без креатива нормально продавал. Главное, это формула, чтобы работала. А у нас что происходит? У нас креатив считают волшебной палочкой и в лучшем случае решают только первую из четырёх задач, привлекают внимание, и всё. А интерес и желание действия уже не происходит. — Дальше не раскручивается. — Дальше не происходит никого действия. — Не распускается. — Поэтому креатив вроде бы хочется, всем хочется, все его хотят, но в итоге не понимаешь. — Мы в итоге посидели здесь, посмеялись, вспомнили забавную рекламу, но никто ничего не купил. — А вот тогда с Юлей, кстати, был вопрос. Она говорит, Алексей, а что ты ругаешь рекламу Магдональдса, там вот всё по 50, такая классная реклама, там по 50 рублей, знаете, это заменит. — Вот это сейчас не реклама, непосредственно. — Да, это реклама, обсуждение кейса, скажем так, да? — Так. — Я говорю, так нет, она мне тоже нравится, но вопрос, сколько мы купили гамбургеров после неё? — Я ноль. — Да, вот получается, то есть... — Я вообще ноль. — И до неё, и после. — По жизни, и до, и после. — Поэтому очень важно сверять именно ещё. Гилви сказал, что люди должны обсуждать не рекламу, а товар, который она рекламирует. То есть это очень важно. Если обсуждают люди рекламу, значит реклама плохая. А если люди обсуждают товар, значит реклама хорошая. Вот это золотые слова, в 75-м году он написал свои книжки, и до сих пор надо... — Ну, думаю, на этих словах мы сделаем небольшой перерыв, но продолжим. Потом мы как-то на пятницу зациклились, а вот наши несколько дней остались. — Да, четыре дня остались без внимания. — Понятно, что лучший день недели, но давайте перейдём к четвергу. — Мужской понедельник у нас тут. И мы говорим о неделе рекламы на «Авятке-2017», которая стартует 27 ноября. Юлия Афанасьева, Алексей Обжарин и Мария Садовникова, организаторы, собственно, этого мероприятия у нас. Мы только ещё про один день подробно рассказали. — Причём начали, причём с концерта. — Давайте вернёмся в начало. Так, про понедельник, 27 числа поговорили. Про вторник, 28 ноября. Интенсивный день от клуба «Маркетолога» в честь десятилетия. — Клуба, видимо, да? — Да. — Поздравляю. — Спасибо большое. Клуб «11-й год» уже живёт. Действительно успешный проект, некоммерческий. И мы хотели бы сделать что? Мы хотели бы в сжатой форме целый день прокачать те бизнесы, которые захотят это сделать. То есть именно интенсивный день, где самые успешные наши мини-тренинги, которые себя зарегистрировали не только в городе Кирове, скомпоновать их целый день в программу общую. И те люди, которые туда придут, ну просто, ну знаете, там, с одной стороны будет такая нагрузка будет для них, как, знаете, в кино смотришь, американский спецназ, там, пришёл человек накачанный, а его, да, ползи туда-сюда, ты чё, сорвался там, ну как-то вот типа такого. То есть действительно будет очень интенсивно, будет весело, будет очень полезно. И мы вот эту формулу АИДа, внимание, интерес, желание, действие, ту формулу, которую применяют успешные компании «Данон», «Несле», «Проторнг», мол, даже некоторые российские банки стали уже её использовать. Я вот этому очень сам рад. Вот мы попробуем эти все вещи вот в интенсивном дне прокачать. Значит, сначала будем рисовать рекламу на ватманах, её защищать, это очень полезно и весело. Потом мы будем выступать публично с продающей презентацией, это очень сильно поднимает именно навыки выступления, так, чтобы продажи повышались, если ты продаёшь какой-то продукт от аудитории. И третье — это запись видеороликов в реальном режиме. То есть мы сразу узнаем, как их записывать, и сразу начнём записывать, и тут же будет защита проектов. Самое интересное то, что в этом интенсиве доля практики будет 70%. Надо понимать, что любые даже известные федеральные уровни спикеры практики имеют немного, то есть 15-20%. Здесь будет практики 70%. То есть люди всё будут пропускать через себя. Поэтому нам кажется, что людям это не просто понравится, но просто у них жизнь поменяется немножко. То есть они начнут уже, правда, делать, они научатся за один день делать по-другому рекламу. Сами себе. Вот просто бери и делай. Вот так. То есть сегодня ты пришёл, и к вечеру уже понимаешь, как это нужно делать. Вот таким вот образом вторник будет строиться. — Очень короткая продающая реклама, короткая продающая презентация, короткие продающие видеоролики — это я озвучил, эти тренинги. — Всё это «Сделай сам» будет называться, да? — Да, они прямо в реальном режиме будут делать, будут ошибаться. Тут же мы будем всё разбирать, группа даёт обратную связь, и, конечно, это всегда очень весело, хорошо проходит. Ну, к слову сказать, на этих вот тренингах около тысячи человек, что-то мы с Юлей смотрели недавно, в общей сложности обучилось уже около тысячи человек, и вот именно по отдельности цифры, если свести, там просуммировать, там достаточно серьёзно. — Суть в том, чтобы научиться применять эти инструменты. Вроде бы всё понятно, да? Это классическая формула «внимание, интерес, желание, действие». Как их применить? Вопрос вот в этом. Как их применить правильно так, чтобы они работали? Как раз вот на этом интенсивном дне будем давать именно это. Пусть это будут снятые на коленке ролики и нарисованные на коленке блокады, да? Но люди поймут, как это физически можно применять. Кроме того, это работа в группах, то есть там по 6-7-8 человек, и группа тебе сразу даёт обратную связь. То есть среди этих людей наверняка есть твоя целевая аудитория. Вне зависимости от того, на кого ты ориентируешься, всё равно такой человек найдётся. Он тебе вживую даст обратную связь, цепляет или не цепляет. — А группы эти будут формироваться каким образом? — Из тех, кто придёт. — Конечно, да. Из тех, кто придёт, они будут сформированы в хаотичном каком-то порядке. — А что такое скорая маркетинговая помощь, которая там будет работать? — Каждый день будут сидеть эксперты рынка. То есть это наши спикеры и члены клуба маркетологов, представители рекламных агентств города, которые вот в онлайн-формате будут оказывать здесь часть... — Нет, в офлайн-формате. — Ну, в смысле, в живом. — В живом. — В живом будут оказывать помощь. — Можно просто подойти и спросить, да? — Да, любой участник сможет подойти со своим вопросом. Естественно, это не будет там двухчасовая консультация, потому что формат не позволяет. — Я так хорошо подошёл. Слушай, что сидишь, нарисуй-ка мне вот. — Животрепещущим вопросом, допустим, посмотрите, вот я рекламу сделал, правильно я сделал или нет. То есть здесь эксперты прямо сейчас помогут разобрать, что правильно, что неправильно, что будет работать, что не будет. Или, допустим, вот у меня слоган. Он рабочий или нет? Надо его менять или нет? — В каких СМИ мне размещаться? Где мне вообще рекламироваться? Тот вопрос, который Володя задал в перерыве. — То есть, например, не знаю, гость, не гость, выходец из Кавказа, открыл магазин цветов, ему он может прийти и сущий, не идёт бизнес, не покупают, подскажи, что делать. — Да, эксперты будут сидеть и помогать. — Слушайте, ребята, у нас осталось вот пять минут до конца программы. — Ну, на самом деле больше, на три минуты вперёд идут. — На три минуты не доставали. — Еще вчера на две минуты отставали. — Давайте расскажем про... — Среду. — Среда, 29 ноября, ещё парочка, да, спикеров из Москвы, из Краснодара, Никита Флоринский, Азамат Исянчурин. — Азамат Исянчурин из компании «Теледва», с которой мы дружим уже второй год, Никита Флоринский, человек-кейс, он едет к нам с... — Человек-ящик? — Нет, человек-кейс с маркетинговыми кейсами по диджитал-продвижению. То есть это задача, как её решали и какие были результаты, из которых люди смогут что-то для себя взять. Азамат Исянчурин расскажет о создании нового продукта. Этот человек возглавляет макрорегион Юг в «Теледва» Россия. Он маркетолог и расскажет, как создаётся новый продукт от идеи до полки. То есть это будет тоже очень практический мастер-класс на два часа. — Два часа он уложится. — Юля, у меня вопрос ещё по Никите Флоринскому. Как привлечь на мероприятие 7 тысяч человек за две недели по цене 10-15 рублей за регистрацию? Вы этот опыт уже использовали, когда готовили неделю рекламы? — Мы в процессе использования. — Всё сейчас происходит прямо сейчас. — Нет, серьёзно, мы в процессе настройки рекламной кампании, и занимаюсь я в том числе. Поэтому сможем поделиться опытом по итогу. — Слушайте, следующее очень интересное мероприятие — антивыставка. Она собирает каждый раз полное зало. — Антивыставка. Можно про неё сказать? — Конечно. — Это когда рекламщики не как раньше сидят на стендах, а между ними, может быть, пройдут клиенты. Наоборот, клиенты сидят за столами, а рекламщики стоят в очередь. И у них происходят короткие переговоры по принципу быстрых свиданий. Пять минут поговорил, продал встречу, или там услуга сейчас получилась, и поменял стол. Получается так. То есть мы проводим уже четвёртый раз, полный аншлаг, конечно. — Это очень интересный. — Это очень интересный формат, причём мы даже уже и в Нижнем, и в Москве его уже обозначаем как прилегательный формат и для тех регионов в том числе. Но самый интересный момент у нас, наверное, по четвергу, да, получается? — Давайте, да, по четвергу. — Четверг уже, 30-е число. — Четверг «Литмашины» — это проект Игоря Мана. Проекту этому уже несколько лет, 6 или 7 лет, 6 лет этому проекту. То есть они сами ребята из Рязани. Но, конечно, подкупают то, что Игорь Манн, наверное, не стал бы просто так с ними сотрудничать и увешивать на своём сайте свой проект «Литмашины» и так далее. Поэтому мы, конечно, по просьбе одного из наших партнёров привозим не одного, а целых двух спикеров, которые нам расскажут интересные вещи. Один спикер у нас, значит, Александр, он расскажет про то, как… — Сказченко. — Да, про то, как блоги использовать для более эффективного продвижения своей компании. — И Елена Брыкова. — Елена Брыкова, да. — Елена нам расскажет про то, как сделать так, чтобы не сливать попусту деньги в интернет. Потому что интернет, всем кажется, что это некая тоже волшебная такая сейчас сфера. Сейчас надо идти туда, ты привезешь туда, и наступит счастье. Ты приходишь, и счастье не наступает. Вот чтобы там этого не происходило, она тоже будет нам рассказывать. — Как сделать сайт продающим? — Да, как сделать так, чтобы и сайт продающий был, и бюджеты просто так не сливались. И Елена, чем интересно, она работала над проектами «Видео», «Альфа-банка» и даже Министерство туризма Франции, интернет-проекты. Поэтому, конечно, мы очень ждём этих гостей и надеемся, что зал будет полный. — Причём Елена запросила сайты участников для того, чтобы заранее проанализировать и во время своего выступления уже будет разбирать кейсы. — То есть конкретно уже наши гадские кейсы. — Да, то есть те, кто заранее зарегистрируется на наше мероприятие, буквально хотя бы за как раз на этой неделе, те получают возможность свои сайты отправить на разбор непосредственно в литмашину и получить от них обратную связь в рамках недели рекламы. — Причём на сайте недели реклама.рф можно сделать это прямо сейчас или сегодня, да? — Да. — Сделать такую регистрацию. — Регистрацию сделать. — Не надо ждать. — Да, потому что, смотрите, зал всё равно 150 человек только обещает. Если будет желающих слишком больше, то кто-то может просто опоздать. — Там в четверг ещё будет несколько спикеров, да? И там много фамилий и знакомых уже. — Да, много знакомых фамилий в четверг будут наши. Кировские спикеры можно озвучивать, да, Володь? — А почему здесь это? — Конечно. — Прекрасно, хорошо. — Программа, мероприятие, можно озвучивать. — Да, кстати, возрастное ограничение мы можем тут сказать. — Да, 18+. — 18+. — Реклама дело серьёзное, 18+. — Давайте я озвучу темы, да, и спикеров, которые эти темы презентуют. Будет очень интересное выступление про нативную рекламу от журналистов портала «Свой Кировский», Даша Орлова, Олеся Михайлова. — Так, а вот нативная ещё объясни, пожалуйста. — Да, давайте я объясню термин. — Не наивная, да. — Нативная реклама — это реклама, которая воспринимается и работает так же, как обычный контент на площадке. Она по внешнему виду, как правило, ничем не отличается от редакционных материалов. — Контекстная, что ли, реклама? — Нет. — Можно я помогу? — Конечно, Алексей, пожалуйста. — Нативная реклама — это естественная реклама, которая не воспринимается как реклама. Можно так сказать? — Можно. — Это более широкие форматы, да, то есть это не макеты, не баннеры. Обычно это там материалы, статьи. Да, эти материалы партнёрские, но они воспринимаются как обычный редакционный контент на площадке. — Как интересные истории, которые хочется читать, смотреть. — Да, человек читает. — Человек проникается к этому бизнесу. — То есть не размещенный пресс-релиз «Эгеги, ребята, вот этот самый лучший продукт бегом все покупайте». — А вот как мы работаем. — А история про контент, да, про содержание, про интересную историю. А будет у нас Сергей Новицкий, основатель интернет-агентства «Брендмейкер» Эдуард Сюткин из агентства событий «Инвайт». Будет прекрасный Антон Касанов с очень интересной темой про рекламу в дореволюционной вятке. — Да, мы предложили Антону. — Реклама была всегда. — Антон, конечно, удивился немножко такому предложению, но сказал, что ему это интересно, он уже работает над выступлением. — Это на самом деле интересно. — Там реклама-то, собственно, была немного вывеска. — Почему? — Нет, купеческая реклама очень интересная. — Мы просто мало не знаем. — Ты газеты, посмотрите. — Фабриканты у нас же в Ахушево работали. Нет-нет-нет, я думаю, что он найдет много интересного материала. — Она такая стильная реклама этих лет. — Да-да-да, она очень классная. — У нас минуты остались. — Да, давайте еще пару слов скажем про премию «Хорошая реклама». В прошлом году это был наш эксперимент, нам хотелось посмотреть, что из этого получится. — Она будет непосредственно в пятницу, первого числа уже вечером. — Будет церемония вручения уже, наград. То есть работа по премии идет во всем. Мы принимаем заявки, опять же, на сайте неделяреклама.рф есть подробное описание всех номинаций. В этом году расширенные будет 10 в общей сложности номинаций. В каждую из них можно подавать свои заявки. От компаний до трех заявок можно подать. И составлен достаточно обширный список жюри, порядка 20 человек. То есть это известные в городе люди, имеющие отношение к маркетингу, имеющие отношение к рекламе. Жюри такой обширный для того, чтобы все было максимально объективно, чтобы никто не мог упрекнуть, что здесь что-то куплено, кому-то за что-то дали. Нет, это будет абсолютно объективное голосование 20 человек по всем заявкам. Заявки мы принимаем до 15 числа. То есть есть еще пара дней для того, чтобы подготовиться. Там ничего архисложного нет. Достаточно простая форма, которой надо приложить материалы. Макеты. Макеты или видеоматериалы. В зависимости от того, в какую номинацию подаете. Жюри уже на следующей неделе будет оценивать. То есть сначала заочно, потом будут собираться группы, если какие-то будут спорные моменты обсуждения. И непосредственно 1 декабря уже пройдет закрыта, очень красивая церемония вручения наград. В прошлом году она прошла достаточно успешно. Было порядка 30 заявок. В этом году уже 50 заявок и еще продолжает поток. Да, мы продолжаем набор заявок. То есть интерес к премии есть. Достаточно большой. Людям, участникам рынка важно получить подтверждение того, что они не зря работают, что они делают хорошую рекламу. Правда хорошую рекламу. Поэтому я думаю, интерес в этом году уже есть. И в следующем году он будет еще больше. Мы победители постараемся как-то в СМИ тоже опубликовать, насколько это будет нам возможно. Чтобы немножко их порекламируем победители. Хорошо. Спасибо. Ну так осветили в общем и целом неделю рекламы грядущую, которая пройдет с 27 ноября по 1 декабря. Спасибо нашим гостям. На этом программа «Мужской понедельник» или «Дневной разворот» завершается. Всего доброго. Спасибо. А я вернусь, кстати, в особом мнении через 20 минут, так что не прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова